Ребята, всем привет! С вами Александр, Jurassic World The Game. Сейчас мы закончим последний бой вот в этом турнире. У меня сейчас еще висит турнир на Литроноксе, где нужно сражаться только хищниками и травоядными, потому я как бы в этих боях сражаюсь без использования травоядных и хищников, в основном амфибиев. Но после этого боя нам нужно будет сражаться амфибиями. Короче, вот такая вот у нас запутанная система, так что давайте, в общем-то, продвигаться сейчас. И все поймем. Так, ух ты, диплозуху. Как шикарно. Он такой гигантский, кажется, против Терекса. Да, он здоровый, даже на фоне апатозавра он, короче, не потерялся. Может, даже пробьем его? Нет, не в этот раз, сказал нам Апатич. Но, к сожалению, да, он ничего не сможет нам сделать. Это супер-пупер-крокодильчик со всем справится. Ага, надо 3. Ну, вообще-то 2, но лоха. Так, ну, Индоминус. Ха, Индоминус не может нас пробить, если захочет. Нет, не может. Или может? Может, не может, может, не может. 3 балла, наверное, хватило. Нет, не хватило. Ну, что поделаешь. Диплозух всех затащил. Итак, в общем-то, амфибии и травоядных желательно не использовать, потому что они нам понадобятся в турнире на Литрониса. Да, то есть, сейчас мы будем предпочтительно сражаться амфибиями, потому что они мне не нужны, и это условия нашего следующего турнира. Ну, неплохо так нам накидали генов. Гены, баксы, потихонечку зарабатывается все. Из месяца в месяц наш баланс растет, это хорошо. Так, ну, а нас сейчас идет бой с усилениями. Нам нужно сражаться, ребятки, хотя бы взять одну амфибию. То есть, нужно делать упор на птерозавров, да, условно говоря. Так, птерощи, птерощи нам не нужны, можно их спокойно тратить, но... Но также сначала... Так, самые сильные амфибии мы трогать не можем. Поверхность... Куда поверхность? Амфибии, амфибии. Так, отсчитываем вот этих вот, три самых сильных амфибии, я трогать не могу. Потому что... Они понадобятся мне на следующих два боя, да? Но от птерозавриков можно использовать. Давайте вот зухарихтора возьмем. И птеродоуст. Так, ну из усилений, мои любимые усиления, которых у меня много, те и используем. Так, ну давайте горгазухи. Три сороковых горгазухов. Такого у нас еще не были. В основном пахицефалозавры, пахигалозавры, я имею в виду. Тут висят. Две триста, две триста. Фигушки, не отдамся тебе сейчас. Так, это уже, конечно, нехорошо. На три атакует, гад. Нет, на четыре такие. Молодец. Так, все по плану. Вот, что-то я... У них по девять косарей жизни, ребята. Да, план так себе. А еще пробить двоих, хотя бы тяжело. Одного легко, а двоих, а это совсем нелегко. Три, три, три. Блин, гаденюш, проатакует, хотя не должен. Но я знаю его подлого. Нет, смотрите, не проатаковал. Так, я этого уничтожил. Но у него сейчас будет очень много баллов, и мне как раз пригодятся плюс восемь моих защит. Потому что без этого было бы тут сложно пройти. Шесть баллов, атакует на три несчастных из шести. А у него, то есть, он может семь баллов, ребятки, себе на следующий ход забабахать. Но мы к этому готовы. Та-дам! Хотя надо было его сейчас проатаковать. Вот, смотрите, он все баллы перенес. Конечно же, попытается нас пробить, но мы его обхитрили. Даже не пацаном. Ура, 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 ура. Ух, это был первый бой. Теперь условия будут сколько, а ну-ка, стоять? Две амфибии, да. Ну, как я и предполагал. Теперь у нас две амфибии. Так, и давайте же выберем... Выберем, выберем наши амфибии. Так. Ой-ой-ой-ой, что это я делаю? Этих меня трогать нельзя. В следующем условии будут три амфибии, скорее всего. Пойдет вот так. И здесь сейчас мы херозаврика возьмем. Вот так должны справиться. Так, он в прошлый раз меня не атаковал, и я в этот раз меня атакую, да? Нет, на этот раз решил проатаковать. Но всего лишь на один балл. Держим оборону. Снова на один балл. Хорошо. Но я его пробить не могу даже на три балла, я бы его не пробил, даже с учетом минус один. Сидим, сидим. И вот этого вот мы прих долго-долго ждали. Да, он бьет довольно не больно, даже метриофадон спокойно выдержит его два удара. Сейчас будет ярость метриофадона, короче. Минус один, там минус два. Посмотрим, сколько мы сможем. Если он проатакует, вообще троих завалю метриофадоном. Давай-давай, решайся. Четыре балла атака всего лишь на два, с поделом. О, это вообще шикарно. Вот один. И три балла сюда. Раз, два, три. И раз, два, три. Давайте вот так. Попробуем без щита его пробить. Но если он не перенес, конечно, все два балла. Пять, хотя нет, мы все равно выживем. И его сможем пробить. Да, ну вот шесть уже не выдержит. Три он пробьет. Пробьет. Да, ну почти, почти. Справились, но ладно. У нас еще ждет последний бомб, где нужно взять три афиге. И там будет непросто. Ну, как я и ожидал. Так, 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 так. Ну, хотя мы по силе удара не особо будем уступать. Потому, я думаю, мы легко с этим справимся. Но это не точно. Если я не справлюсь, то придется брать три слабых амфибии и очень сильное усиление. Не пробьешь. На этот раз у меня уже крепкий амфибий здесь. И будет ему довольно сложно. И он, смотрите, решается атаковать. Вот гаденыш. Ну, мне, в принципе, достаточно. Ну, давайте возьмем минус один. Сдал так, взял и пробил. Так, ну, хотя это было, конечно, глупо. Все-таки лучше было на стопозавра целого оставить. А то мне тут горгозук недобитый. Этот меня атакует всего лишь на два балла. Но ничего страшного. Там даже меньше жизни у него. У него пять баллов. Что ты будешь делать? Атакует, конечно. На всех пятрах. Так, ну, мы к такому по ворту событий готовы. И мы легко здесь справимся. Три удара и хана. Победа. Сладкая победа, ребята. Ура. Так. Атака на чистых пять баллов. неплохо песченочка и баксы и конечно несчастный ради кулазуха здесь точно сложаться не стоило так но ради пяти кулазуха мундазуха в баксовый генов вот и все ребятки надеюсь вам понравилось не забывайте ставить лайки и до скорых встреч